Любовь — основа деяний Поскольку любовь — основа всякого дела, как соответствующего истине, так и ложного, то основой деяний религиозных является любовь к Аллаху и его посланнику, мир ему и благословение Аллаха, тогда как основа слов, имеющих отношение к религии — верить Аллаху и его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. Всякое желание, делающее любовь человека к Аллаху и его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, неполноценной и вытесняющая ее, и всякое сомнение, мешающее человеку полноценно верить словам Всевышнего, противоречат основе веры, либо ослабляют ее. Если они усиливаются так, что начинают противоречить основе любви и веры, то это великое неверие и предавание Аллаху сотоварищей. Если же они не противоречат этой основе, то портят ее и ослабляют решимость и стремление к нему. Это становится препятствием для того, кто почти достиг цели, преграждает путь тому, кто еще в пути, и заставляет повернуть вспять того, кто желает идти к Аллаху. Верность Аллаху, муваля, невозможна без отречения от других божеств. Всевышний Аллах сказал о предводителе любящих его приверженцев единобожия, что он сказал своим соплеменникам, «Видите ли вы, чему поклоняетесь вы со своими отцами? Все это мои враги, кроме Господа миров». Сура поэты, аяты 75-77. Таким образом, верность Халиля Аллаха ему и само его положение Халиля не было бы действительным без этого отречения, ибо нет верности без отречения и не может человек быть верен Аллаху, не отрекаясь при этом от любого объекта поклонения, кроме него. Всевышний Аллах сказал, «Прекрасным примером для вас были Ибрахим и те, кто был с ним. Они сказали своему народу, мы отрекаемся от вас и от тех, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха». Сура испытуемая, аят 4. Всевышний Аллах сказал, «Вот Ибрахим сказал своему отцу и народу, «Поистине я не имею отношения к тому, чему вы поклоняетесь, кроме того, кто сотворил меня. Поистине он поведет меня прямым путем». Он сделал это свидетельство о том, что нет божества, кроме Аллаха, словом, пребывающим в его потомстве, чтобы они могли вернуться на прямой путь». Сура украшения, аяты 26-28. То есть он сделал эту верность Аллаху и отречение от всякого объекта поклонения, кроме Него, словом, которое останется в его потомстве и которое пророки и их последователи будут наследовать друг от друга. Это слово, свидетельство, нет божества, кроме Аллаха. Именно его предводитель исповедующих единобожие оставил в наследство своим последователям до самого судного дня. Это свидетельство, на котором держатся земля и небеса, и которое Аллах сделал изначальной естественной природой всех творений. На нем зиждется религия, и на нем воздвигнута кибла, и ради него были обнажены мечи джихада. Это исключительное право Аллаха в отношении всех его рабов. Это свидетельство, делающее неприкосновенными кровь и имущество и потомство в этом мире и спасающее от мучений в могиле и в огне. Это свиток, без которого никто не войдет в рай, и верфь, не держась за которую, человеку не дойти до Аллаха. Это свидетельство ислама и ключ к обители мира. Оно разделяет людей на несчастных и счастливых, принятых и гонимых, и оно отделяет обитель неверия от обителя веры, и благодаря ему обитель блаженства отличается от обителя несчастья и позора. Это свидетельство, несущий столб обязательного и желательного, тот, чьими последними словами станут слова «нет божества, кроме Аллаха», войдет в рай, передали Абу Дауд, Ахмад. Дух и тайна этого свидетельства, «обращение любви, возвеличивания, страха, надежды и их следствий упования, возвращения к покорности после ослушания, стремления и благоговейного страха исключительно к Аллаху, кроме которого нет Бога». То есть человек не любит по-настоящему никого, кроме Аллаха, а его любовь к кому-то или чему-то помимо него является следствием его любви к нему и средством увеличения им своей любви к нему. «И он не боится никого, кроме него, и не надеется ни на кого, кроме него, и не дает обетов никому, кроме него, не уповает ни на кого, кроме него, не стремится ни к кому, кроме него, не благоговеет ни перед кем, кроме него, и не клянется ничем, кроме имени его, и не раскаивается ни перед кем, кроме него, Подчиняется исключительно его велениям Считает, что ему достаточно его Не взывает о помощи в беде никому кроме него Не ищет защиты ни у кого кроме него Не совершает земных поклонов никому кроме него Совершает заклания исключительно ради него И с произнесением его имени Иначе говоря, эти слова предполагают Что запрещается обращать к кому-то или чему-то помимо него Любой вид поклонения Это и есть притворение в жизнь свидетельства Нет божества кроме Аллаха Именно поэтому Аллах сделал запретными для огня тех Кто по-настоящему засвидетельствовал Что нет божества кроме Аллаха Невозможно стать обитателем огня тому Кто засвидетельствовал по-настоящему И притворил это свидетельство в жизнь Как сказал Всевышний, которые притворяют в жизнь свидетельства свои Сура ступени, аят 33 Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах Передает, что однажды, когда Муаз сидел в седле позади пророка, мир ему и благословение Аллаха Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал О Муаз ибн Джабль Тот ответил, вот я перед тобой, о посланник Аллаха, и готов служить тебе Он снова сказал, о Муаз Тот ответил, вот я перед тобой, о посланник Аллаха, и готов служить тебе И так повторилось трижды Тогда пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал Любого, кто засвидетельствует, что нет божества, кроме Аллаха И что Мухаммад, посланник Аллаха, веря в это своим сердцем Аллах непременно сделает запретным для огня Он сказал, о посланник Аллаха, может мне сообщить об этом людям, чтобы они обрадовались Он ответил, тогда они станут полагаться на это Вместо того, чтобы усердствовать в совершении благих деяний Передали Аль-Бухари муслим Человек должен осуществлять свое свидетельство Притворять его в жизнь внешне и внутренне Сердцем и вместилищем этого сердца Поистине среди людей есть такие, свидетельства которых мертво Есть и такие, свидетельства которых спит Но если его разбудить, оно просыпается У некоторых оно лежит, у других оно в положении ближе к стоячему Это свидетельство в сердце, подобно духу в теле Бывает дух мертвый, бывает больной, который ближе к мертвому И тот, который ближе к живому А бывает здравый дух, заботящийся о теле В достоверном хадисе сказано «Поистине я знаю слова, какой бы раб Аллаха не произнес их перед смертью Дух его непременно испытает облегчение» Передали Ахмад и Бамаджа Жизнь духа зависит от жизни этих слов в нем Подобно тому, как жизнь тела зависит от жизни духа в нем И тот, кто умер, будучи привержен этим словам, прибудет в раю И дух того, кто жил, притворяя в жизнь это свидетельство Пребывает в райской обители И жизнь его наипрекраснейшая Всевышний Аллах сказал Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом И удерживал себя от страстей Пристанищем будет рай Сура вырывающая, аяты 40-41 То есть, обителью тех, кто боялся предстать перед Аллахом для расчета И воспрещал душе своей скверной страсти Будет рай Тафсир Муясар Рай будет их обителью в день встречи с ним А сад познания, любви, близости к Аллаху Стремление ко встрече с ним Радости и довольства им Обитель духа его в этом мире И если в этом мире его обителью был этот земной рай То в день воскресения его обителью станут сады вечности А тот, кто был лишен этого сада Тем более будет лишен райского сада Благочестивые блаженствуют Даже если жизнь их нелегка И мирские блага скудны А нечестивцы в пламени Даже если у них множество мирских благ Всевышний Аллах сказал «Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно Мы непременно одарим благой жизнью» Сура пчелы, аят 97 То есть, кто совершал праведное деяние Будь то мужчина или женщина Веруя в Аллаха и его посланника Мир ему и благословение Аллаха Тому мы даруем в этом мире Спокойную и счастливую жизнь Даже если он и не будет богатым И мы вознаградим его в мире Вечным наилучшим вознаграждением За то, что они делали в этом мире Тафсир Муясар Благая жизнь — это рай на земле И Всевышний Аллах сказал «Кого Аллах желает наставить на прямой путь Тому он раскрывает грудь для ислама А кого он желает ввести в заблуждение Тому он сдавливает и сжимает грудь» Сура скот, аят 125 Какое блаженство лучше простора в груди И какое мучение хуже стеснение Сдавливание в груди И Всевышний Аллах сказал «Поистине приближенные Аллаха Не познают страха И не будут опечалены утратой мирских благ Они уверовали и были богобоязнены Им предназначена радостная весть В этом мире и в последней жизни Слова Аллаха не подлежат отмене Это великое преуспеяние Сура Юнус, аяты 62-64 Жизнь искренне верующего поистине прекрасна Он ощущает умиротворение Ему дышится свободно И сердце его исполнено радости Это рай, предшествующий раю настоящему Пророк, мир ему и благословение Аллаха Сказал «Когда проходите мимо райских садов Запасайтесь в них» Его спросили «А что такое райские сады?» Он ответил «Это кружки, в которых поминают Аллаха» Передали Ахмад от Тирмизи Он также сказал «Поистине между моим домом и моим мембаром Один из садов рая» Передали Аль-Бухари муслим А когда его спросили о том Как он постился порой два дня без разговения Он ответил «Поистине я неподобен вам Поистине я при Господе моем Который кормит и поит меня» Передали Аль-Бухари муслим Посланник Аллаха Да благословит его Аллах и приветствует Сообщил, что пища духовная Которую он получает от Господа своего Заменяет ему обычную пищу и питье Однако это его исключительная особенность Которой нет ни у кого кроме него Когда он воздерживается от пищи и питья Господь дарует ему замену Избавляющую его от потребности В пище и питье Воспоминания о тебе ее отвлекают От еды и питья Про запасы забыть заставляют Лик твой – свет для нее Он ей путь освещает А речи твои, словно песня погонщика Ее подгоняют Чем больше пользы приносит рабу Обладание чем-то И чем больше он нуждается в этом Тем больше боли причиняет ему Лишение этого И чем больше пользы приносит ему отсутствие чего-либо Тем больше боли причиняет ему наличие этого А для раба Аллаха нет ничего полезнее устремленности к Аллаху Занятие поминанием его Наслаждение любовью к нему Предпочтение его довольства всему остальному Более того, не может быть у него жизни, блаженства, радости без этого И отсутствие этого причиняет ему боль предельно возможной силы Дух не становится свидетелем этих мук и боли Потому что он занят другим и погружен в это свое занятие И дух не замечает боли потери, которую он испытывает Лишаясь самого любимого и самого полезного для него Он подобен человеку в состоянии глубокого опьянения Дом которого сгорел вместе с его имуществом, семьей и детьми А он ничего не замечает из-за своего опьянения И не ощущает боли от этой потери И не испытывает скорби А когда он отрезвеет А когда он отрезвеет И пелена опьянения спадет с него И уйдет сон, в который погрузило его вино То он поймет, в каком положении оказался То же самое происходит с человеком, когда поднимается завеса Он видит воочию первые признаки своего перехода в мир вечный Расставание с этим миром и отправление к Аллау Там боль, скорбь и муки будут во много раз сильнее Тот, с кем случилось несчастье в этом мире Надеется на благое возмещение, зная, что постигшее его Непременно уйдет, исчезнет А что можно сказать о том, кого постигло такое несчастье За которое нельзя получить возмещение И оно несравнимо со всем этим миром Если бы Всевышний Аллах предопределил ему смерть От этой скорби и боли То она была бы заслуженной Смерть становится желанной для него Превращаясь в предмет мечтаний Это если бы он испытывал только боль потери А что сказать, когда есть еще мучения духа и тела Иного рода, не поддающиеся исчислению Приславен же тот, кто возложил на слабые творения Эти два вида величайшей боли Которые не способны вынести даже горы Представь же сейчас нечто самое любимое для тебя в этом мире Нечто такое, без чего нормально не прожить А теперь представь, что тебя лишили этого Когда ты больше всего в нем нуждался Каково будет твое положение И это при том, что этому можно найти замену А что можно сказать о том, что незаменимо Как говорится, вещи любой, лишившись ее, найдешь ты замену А тот, кто лишился Аллаха, какую найдет замену В предании сказано О сын Адама, я сотворил тебя для поклонения мне Так не играй же И я обеспечил тебе удел твой Так не утомляй же себя понапрасну О сын Адама, ищи меня, и ты найдешь меня И если ты найдешь меня, то найдешь все А если упустишь меня, то упустишь все И я любимее для тебя, чем все остальное